В предыдущем уроке мы изучали историю молитвы. Кто был первый человек, который молился, кто составил седу. Сейчас в этом уроке мы изучим теорию молитвы, как работает молитва. Почему, когда человек молится Всевышнему, он получает от него то, что он хочет. Как это работает? Да, мы видим, много людей одевают талиты, тфилины, молятся за здоровье своих родственников, за благополучие и богатство. Как это работает? Почему молитва может помочь в этих сферах? Ответ на это он такой. В Росошана, это в еврейском новом году, каждый год человек судится на небесах и там решают, что ему предназначено, сколько денег он заработает, будет он здоров или не будет, его родственники как будут чувствовать. И это каждый год решается. И, допустим, если ему предназначено много денег, то благословение находится на небесах. И чтобы соединиться с этим благословением, это работает через молитву. Мы соединяемся. Например, есть как будто бы на небесах какой-то кран с благословением, и мы должны соединиться к этому крану, чтобы получить то благословение. И чтобы соединиться, это нам молитва помогает. Вот почему молитва, она как раз и помогает в этом случае, почему не другие какие-то действия. Молитва, что это молитва? Мы думаем, мы мыслим о том, что всё от Бога, и мысленно мы соединяемся с Богом. Мысль — это, в принципе, духовная вещь. И когда мы духовно, мысленно соединяемся с Богом, то тогда есть этот контакт, и тогда мы можем получить то благословение. Но иногда человек соединяется с этим краном, но у него нет куда девать это благословение. У него нет того сосуда, чтобы получить это благословение. Вот допустим, человек, он ничего не делает и молится Богу, Бог, дай мне денег, дай мне что-то заработать. Может быть, у человека есть благословение на небесах, и он пытается через молитву присоединиться и получить это. Но у него нет сосуда. Как тебе Бог приведёт эти деньги, если ты не делаешь какие-то действия в этом мире, которые позволяют заработать? Из-за этого, чтобы, допустим, мы хотим получить то, что мы хотим, мы должны делать все действия, которые в этом мире, они должны привести к нашей цели. И молиться Богу, чтобы эти действия, они привели к этому результату, который мы хотим. Только эти две составляющие, когда они вместе находятся, только тогда мы можем достичь нашу цель. А то можно увидеть, что многие люди очень много работают, но если у них нет какой-то силы с небес, которая помогает, они не зарабатывают. Да, я одну историю видел. Знакомый мой человек, он там учился много лет, там, профессии, и он очень долго искал работу. Но то, что он получил работу, это было вообще случайным образом. Он пошёл помочь, там была история, он пошёл помочь кому-то, и там он встретил случайно другого человека, и они договорились, и он взял его на работу. Это невозможно объяснить. Можно объяснить, что это просто течение обстоятельств, но можно посмотреть на это с другого ракурса. Что это благословение с небес, чтобы он пошёл помочь кому-то. И Бог говорит, хорошо, ты помогаешь, я тебе тоже помогу. И так это случилось. Вот из-за этого очень важно молиться. Вот как говорится, есть такая пословица, на Бога надейся, а сам не плашай. Мы должны сделать действия. Но кроме этого, конечно, надо тоже молиться Богу. В принципе, это теория молитвы. Кроме этой вещи, есть ещё одна очень интересная вещь, что когда человеку начинает молиться, и начинает верить, что всё от Бога, то во что человек верит, в том он и живёт. У него становятся другие правила игры, у него меняются правила игры. Если до молитвы он был под влиянием одних правил, то после молитвы, что он верит, что всё от Бога, у него уже другие правила. И одни действия приводят к другим результатам. Но чтобы достичь этого уровня, чтобы у нас были другие правила, это очень такой высокий уровень. Нужно по-настоящему верить, искренне верить во что мы делаем. Из всего этого мы видим, как работает молитва. И давайте, когда в следующий раз мы помолимся, мы будем молиться с мыслью, что через молитву мы соединяемся с Богом.